Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Реакция мужчины нормального должна быть Заказывайте, что хотите Это реакция нормального мужчины Офигеть, слушай, ну это, короче Ладно, я понял тебя У тебя, кстати, такие очки еще прикольные Я вот не помню, они у тебя были в прошлый раз или нет Нет Так как вас зовут-то? Мне кажется, в следующий раз мы встретимся еще Где-нибудь, да? В Тиртаново Нет, а, то есть ты там живешь, да? Сочувствую А зачем тебе надо, чтобы это встретиться? Ну, мне вообще ничего не надо То есть, как бы цели никакой нет Вообще не на какую цель На какую тему Слушай, а что, с тобой не о чем поговорить? На какую тему? Иди отдыхать Куда идти отдыхать? Я, может, еще не устал Ну, куда вошел? Ну, мы пойдем вдвоем Тебе сколько лет? Мне 26 А вам Слушай, а что если я как бы уже там на все заработал? То есть, ну, а ты Ты же как-то оцениваешь людей по деньгам, видимо? Ну, мужчины по деньгам, конечно Это главный критерий Ну, вот я уже на все заработал, да У меня уже все есть Что у тебя есть? Коробка Коробка? Да Из-под холодильника Из-под холодильника Ну, да, она тоже есть Когда холодильник покупала, она осталась И где ты живешь? А какая тебе разница? То есть, ты просто знаешь Все заработал Нет, я же, подожди, стой То есть, как бы я же, ну, не пытаюсь там сейчас тебе понравится Или что-то еще Зачем тебе знать, где я живу? Почему же тогда ты стоишь? А что, ну, как бы к вам подходит только для того, чтобы там Ну, там, позаискивать, да Там, попытаться понравиться или что? Ну, а что, да Просто так это не подходит никто Просто так не подходит? А зачем? Ну, не говорят там хорошие слова Можешь предложить? Предлагаю Если нет Да я предлагаю классное общение с нормальным чуваком О чем с тобой можно общаться? Да я тебе говорю То есть, как бы ты Что кто? Ты кто по жизни вообще? Офигеть какая-то То есть, ты, как бы, ну, я не знаю Не из Москвы, да? То есть, у вас так говорят? В смысле, у вас? Ну, я не знаю, где у тебя так говорят Там, кто по жизни? Зачем мне знакомство с бесполезным человеком? Ну, а, то есть, как бы ты людей оцениваешь по делам, что ли? Конечно, по делам Если он вообще ничего не делает Подожди, а зачем мне знакомство с тобой тогда? То есть, ну, просто для того, чтобы Вот именно у меня такой же вопрос Иди лесом Да леса здесь нет, понимаете, в чем проблема Ну, вы же девчонок красивый, да? А, не, стой То есть, вы себя не считаете красивыми девчонками? Мы не хотим показаться тебе грубыми или меркантильными тёлками Будем столько девчонок хороших, иди знакомься Девчонки, вам прям хорошего дня Давайте Давай, ну дайте Тебе тоже Я думаю, что в любом случае мы ещё пересечёмся рано или поздно Что-то мне подсказывают Да, хорошего вечера вам дня Вот такие вот бывают девушки Ну, если их можно так назвать На самом деле Им в данном случае повезло, что на месте парня, который подходил к ним, был Саша Да, это мой ученик и как бы наш товарищ Если бы вместо Саши к ним подошёл я Я, наверное, сказал бы им всё, что я о них думаю И они бы, может быть, подавились там своими этими ролами или что они там едят Вот В чём прикол? Что, к счастью, наверное, таких девок реально мало То есть, во-первых, они были, ну, не самые красивые Потому что, если присмотреться поближе, то реально не самые красивые Откуда у них вот этот весь маразм в голове И такая модель поведения Ну, им, наверное, надо посочувствовать В том смысле, что Ну, явно, что у них нет мужчин, нет парней И как бы, если есть какие-то, то клинические ёбнутые парни Да, которые там подкаблучники и так далее То есть, эти девушки несчастливы Поэтому здесь их можно пожалеть А что сказать про Санька Санёк молодец, потому что держался достойно Да, то есть, немногие могут выдержать такой прессинг со стороны девушек Вот Что хочу сказать Ребят, здесь самое главное, чтобы вы понимали, что виноваты в этом не вы Потому что, как происходит в обычной жизни Да, то есть, ты подходишь, собрался там с мужеством Может быть, как будто палка пикапа То есть, где-то там в кафе или в ресторане Или на улице решил, что сегодня я обязательно познакомлюсь с красивой девушкой Идёшь, знакомишься с какой-то девушкой И вот попадаются вот такие вот какие-нибудь там твари, которые начинают тебе такое говорить Это не исключено, потому что, в принципе, никто не застрахован от того, что такая особь может попасться Да, и что происходит в обычной жизни Ты получив вот эту реально психологическую травму Потому что ты-то думаешь, что раз с тобой так общаются То есть, твоя бессознательная так думает Значит, наверное, что-то во мне не так Я какой-то плохой, недостойный Я не дотягиваю до какого-то уровня Какой-то там шмары, я не знаю Вот И ты начинаешь париться Тебе это очень больно бьёт по самооценке И после этого, возможно, тебе надо будет неделю, две месяцы, год на реабилитацию То есть, ты не сможешь подходить дальше вновь к девушкам какое-то длительное время Потому что ты будешь думать, что, блин, возможно, что вдруг такая же реакция будет И я прекрасно понимаю всех мужчин Потому что есть и так какой-то необъяснимый страх, да? Который мешает делать то, что хочется А тут ещё и реакция такая Но я хочу вам сказать, ребят, что дело не в вас Если вы нарвётесь на таких Это вам как, знаете, как Вот когда у меня на тренинге происходят Какие-то практические задания и упражнения Мы выполняем их в полях Я даже искренне желаю своему клиенту Чтобы у него побольше было таких реакций Как ни смешно и как ни странно это звучит Потому что Это как вот полигон для тренировки спецназовцев каких-то Потому что если тебе тяжело в учении, легко в бою Чем больше таких реакций будет во время тренинга И при этом ты параллельно продолжаешь действовать То есть, ну, там слили тебя Ну, жёстко тебя там облавили какие-то вот такие вот дуры Но ты при этом не останавливаешься Идёшь дальше, идёшь дальше, идёшь дальше Начинаешь что-то делать И ты привыкаешь к тому, что любая реакция от женщины Она, в принципе, как бы не должна тебя задевать И когда ты начинаешь делать какие-то первые задания Например, там те же 50 приветов Чё происходит? Сейчас, чтобы долго не рассказывать Про причину страха в голове мужчины То есть скажу, что Когда девушка говорит нет Да, ещё раз повторюсь Ты начинаешь думать, проецировать это на себя И думать, что во мне что-то не так Значит, я какой-то плохой Когда ты начинаешь много подходить к девушкам К разным, красивым, не очень К высоким, низким, таким-сяким Ты начинаешь ловить разную реакцию Причём реакция может быть диаметрально противоположной То есть ты подошёл сейчас к одной А она говорит там Ой, да, спасибо, вы тоже, вы такой классный Подошёл тут же через минуту к другой Она посмотрела на тебя как на говно Скала, слушай, отвали от меня До свидания, пока Ну и вот это всё прочее И мозг постепенно начинает привыкать к тому Что ведь я же не мог логически стать хуже За минуту или за две Пока от одной иду к другой То есть я тут тот же самый Значит, пчёлы неправильные Значит, это девки разные И чем больше ты подходишь Тем больше ты понимаешь, что дело не в тебе Но вот это очень сложная штука То есть как себя замотивировать Это делать, особенно если это не живой тренинг А какой-то онлайн Или когда ты пробуешь это делать самостоятельно Вот это уже сложно Что могу сказать Ещё раз хочу сказать Ребят, спасибо Вселенной, Богу, Кришне, Будде, Аллаху Всем-всем Всевышним Какому-то высшему существу За то, что такие девки, к счастью, попадаются редко Ну и их осталось только пожалеть И второй момент Что хочу сказать Что 1 ноября стартует Самый глобальный онлайн-тренинг В истории пикапа И на этом тренинге Я буду разбирать детально Все эти моменты И буду говорить, что делать Как себя замотивировать На то, чтобы после вот таких вот Травмоопасных для психики подходов Брать себя вновь за яйца И подходить Потому что красивых и добрых И хороших и позитивных девушек Все-таки больше, к счастью Это мы будем разбирать 1 ноября Следи за моим каналом Все подробности По ссылке под этим видео Увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok